слава украине приветствуем от полонского гойда друзья мои гойда это когда рашисты делают неприятности себе сами но неприятности это мягко сказано и на этот раз в донецкой области украины в оккупированной российскими фашистами ее части значит что там произошло в двух словах под курахово отказались идти в атаку денеристы то есть представители террористической организации денеры которая в составе российско-фашистских вооруженных сил атакуют украинские позиции отказались идти в атаку и там произошел довольно серьезный конфликт об этом пишут за этого инкора это не наши пишут довольно серьезный конфликт с офицером который посылал на верную смерть они ему заявили что с утра погибло уже более 30 как говорится их собутыльников смысле товарищей и они не хотят быть следующими на очереди им не дали даже отдышаться и опять прут их в лобовую атаку что они считают безобразием в результате слова за слово и девять двухсотых шесть трехсотых между ними в результате перестрелки вот тот офицер который посылал в атаку был соответственно тоже убит вот так вот такая вот ситуация расисты в шоке но тут проблема смотрите какого рода действительно уже не первый раз вот эти конфликты между денеристами так называемыми и российской оккупационной армии дело в том что на россии существует скажем так три сорта населения первый сорт это жители москвы санкт-петербурга и на удивление кадыровцы вот это первый сорт они пытаются себе забрать все второй сорт это все остальные ну так а бы шо нате там этого с барского стола но есть третий сорт российских граждан это вот такие вот бедолаги или или дурачье которое получило российское гражданство на территории временно оккупированных луганской донецкой областей крыма и так далее это вообще как говорится у них не считается за граждан такое полу граждане до их то и посылают на забой в первую очередь как никому не нужны и вот этот узнаете балласт в той же самой донецкой области в данной ситуации в курахово что и вызывает время от времени такие взрывы но сейчас из-за того что они прекрасно видят насколько бесплодны попытки российских наступлений насколько они кровавые с их стороны что их тупо посылают на забой как мясо и они же это видят они что несмотря на то что они там пропитые так далее но они же минимум какой-то интеллекта там есть не же видит что они следующие вот периодически вспыхивают вот такие вот моменты вот как собственно говоря когда это было вчера или позавчера и собственно говоря вспыхнула и выразилась в перестрелке между двумя бандами одна банда это донористы как я говорил вторая банда это эти панаехи которые российские наемники которые пришли в украинскую донецкую область значит устраивать там свои порядки и вот результатом как говорится то что было то что было что им нужно делать чтобы это прекратило все довольно просто вывести войска с украины идти назад там разбираться на россии у вас полно своих проблем свергайте путина свергайте его банду которая вас сделала нищими вот такими вот что готовыми бросаться как собаки на всех подряд и доводите порядок там у себя покуда вы находитесь здесь вот таких случаев будет только больше окончится они конечно же гражданским конфликтом а то и войной